Под солнцем вырастают конкуренты Под солнцем вырастают конкуренты структуры Михаила Абызова Выходит на рынок via газета коммерсант номер 9 от 21 января 2019 года СТР 9 по данным твердый знак Структура, которая может быть связана с экс-министром открытого правительства Михаилом Абызовым Претендует на заключение специнвест-контракта СПИК Для создания производства солнечных панелей в Ульяновской области Участники рынка опасаются, что из-за упрощенных требований к СПИК проект может вылиться в поставки в РФ дешевых китайских панелей Но аналитики считают приход в сектор нового конкурента положительным фактором ГК «Энергия Солнца» контролирует комплекс индустрию и МРЦ «Энергохолдинг» Конечным бенефицаром считается Михаил Абызов Передала последние оставшиеся в ее портфеле объемы по строительству солнечной генерации до 105 МВт в ООО «Резенгренвиль Энерджи» Эти объемы должны быть построены по договору поставки мощности ДПМ В конце декабря ООО «РГ» попросила Минпромторка заключение специнвест-контракта Фиксирует налоговые льготы под обязательства инвестиций, экспорты и т.д. для создания в Ульяновской области производства фотоэлектрических модулей с использованием монокристаллических пипок ячеек Солнечный элемент с технологией пассивации задней поверхности кремниевой пластины, увеличивающей поглощающую способность, сообщили источники «Твердый знак» и подтвердили в Министерстве Компания претендует на 7-летний спик, 2018-2019 годы отводятся на проектирование и подготовку площадки С 2021 года начнется выпуск панелей с локализацией 70%, с 2022 года 100% МРЦ «Энергохолдинг» и комплекс «Индустрия» получили право на строительство СЭС на 435 МВт в 2013-2014 годах на отборах ДПМ для возобновляемых источников энергии Программа работает до 2024 года, основный объем мощности уже отобран, обсуждается ее продление Но построить мощности компании не смогли из-за сложностей с привлечением инвестиций, утверждают собеседники «Твердый знак» В результате два проекта на 30 МВт у них уже выкупила Solar Systems, принадлежит китайской А большую часть портфеля Hevel Как Hevel вышел на экспорт согласно Spark Interfax, ООО «РГ» учреждено в июле 2018 года австрийскими Green Source Consulting GmbH и Core Value Capital GmbH Экс-глава комплекс «Индустрии» и МРЦ «Энергохолдинга» Павел Шевченко и Green Source выступают учредителями ООО «Вершина эксплуатации» Все права на строительство ДПМ объектов РГ, говорят источники «Твердый знак» ООО «Экоэнерджи РУС», ООО «Терават» и ООО «Энергоэффект ДБ», принадлежащих одноименным австрийским фирмам Гендиректор РГ Александр Патес возглавляет ИОО «Экоэнерджи РУС» В РГ от комментариев отказались Участники рынка воспринимают план РГ настороженно Новая редакция постановления ОСПИК, вступающая в СИЛУС 29 января, позволит компании получить упрощенные условия по локализации Источники в отрасли отмечают, что применение ОСПИК в части ВИАЭЦ и лесообразно только для производств, не имеющих аналогов в России Между тем заявитель сможет в течение первых нескольких лет действия контракта поставлять импортное оборудование, получая повышенные платежи за мощность Это дискредитирует сам инструмент, снижает доверие участников рынка и потребителей к ДПМВЕ, полагают в отрасли По данным собеседников «Твердый знак», речь может идти о поставках китайского производителя Китайские панели в среднем на 40% дешевле российских Замглавы Минпромтурга Василий Осьмаков заверил твердый знак, что продукция, аналогичная технологии РГЭ, в России сейчас не выпускается Министерство готовит проект решения комиссии по СПИК на условиях инвестора Совещание пройдет до конца января Чиновник уточнил, что требования по локализации определяются графиком выполнения технологических и производственных операций по выпуску продукции Неотъемлемая часть СПИК Неисполнение обязательств влечет расторжение контракта Какой вот считали предел для солнечной и ветровой энергетики Владимир Скляр из ВТБ Капитала добавляет Что в солнечной генерации в РФ предложение локализованного производства сейчас ограничено и почти полностью выбирается хивелом Поэтому, по мнению аналитика, приход нового игрока был очевиден при условии продления ДПМ ВИЭ после 2025 года Сроки локализации совпадают с пиком спроса со стороны игроков с ДПМ-контрактами и выглядят вполне реалистичными Полагает он, отмечая, что повышение конкуренции в сегменте со снижением цен благоприятно для конечных потребителей Татьяна Дятел